Пару слов для телеканала «Светотень». Ну, во-первых, хотелось бы поздравить с проведенной выставкой. Для нас, художников, это большое. Такие выставки играют очень большое значение, имеют очень большое значение. Во-первых, потому что общаешься со зрителем, современному художнику особенно, нужно, я считаю, держать руку на пульсе, общаться с теми, для кого мы работаем. Для меня эта выставка была как праздник. Я очень много для себя приобрел, поработал, получил большую радость от общения с зрителем. Тем более, что удалось провести где-то около 80 работ оба Урале. И где, как ни на Урале, надо показывать Урал. Всем большое спасибо организаторам творческих успехов, здоровья и крепкой веры. Рустам, а можешь сказать пару слов, так скажем? По советам каким-нибудь, по рекомендациям для будущих выставок, которые, скорее всего, у нас все-таки будут. Мы все надеемся. Я считаю, что эти выставки надо продолжать, потому что, на самом деле, для художников возможность показать работы, продать напрямую, общаясь со зрителем, это очень важно и очень нужно. И это дополнительный стимул для того, чтобы создавать все новые и новые хорошие работы. А еще можно, я знаю, что вы много тоже ездите по стране, показываете свои выставки, в сопоставлении с другими регионами, с другими городами, как вот наш город для вас по перспективе, по реализации картин, по нашим покупателям, которые смотрят. Мне кажется, что здесь достаточно высокая покупательная способность. Для меня Екатеринбург – это как Москва на Урале. Промышленный центр, культурный центр, люди здесь отзывчивые. И желаю для этого региона, на самом деле, чтобы он развивался так же и еще больше. А вопрос-то какой был? В сравнении с другими регионами. На каком мы месте? По сравнению с другими регионами, я думаю, что не на последнем, то есть на одном из первых. Но как бы успокаиваться, останавливаться нельзя. А можете сказать, на что бы нам надо было поориентироваться, нашему, так скажем, городу, нашему правительству, может быть, нашему, ну, поняли, да, которые как бы силы... Мне очень приятно, что вот самоценность местного ландшафта, природы, все-таки люди понимают, и управленцы здесь, да, понимают это. Потому что вот Яков Петрович Силин приезжал, то есть вот этот живой интерес чувствуется, да. И люди действительно такого ранга, они как бы понимают, что они понимают неповторимость местной природы, местного колорита. Я это тоже очень хорошо почувствовал, когда был на нескольких пленэрах, и для меня вот я не раз это повторял, и буду повторять, что по-настоящему цвет, что такое цвет и что такое живопись, начинаешь понимать на ура. Понятно. И представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Хузин Рустам, я член Союза художников России, художник-живописец, приехал из Казани. Спасибо, Рустам. Я сейчас поснимаю еще вашу стеночку, покажу картинки зрителям. Спасибо. Ну, вчера ты как-то такая песня, как-то так. Здравствуйте. Я вас засняла. Ой, нас видит. Ого, как приятно. И меня тоже засняли. Да, но мне вчера, это, у женщины музыка возраст не будет, и не уйдет. Это ты про кого? Марина? Слушай, ты машина-то у тебя все-таки завелся? Нет. То есть ты без машины? Я без машины. Вот тут вам, как бы, лучше чего-то не будет, как выиграть, как выиграть? Нету. Это ты про кого-то. А здесь уже есть. Нет. Нет. Уточка уже есть. А у вас какая-то выигрыша? Какая ваша выигрыша? Какая ваша выигрыша? Какая-то? Спасибо. 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 Продолжение следует...